Привет, меня зовут Джонатан Вайнер, компания Айзотоп. Мы находимся в нашей контрольной комнате в кампусе Кембриджа. Встречайте первый эпизод нашего мастер-класса под названием «Ты слышишь?». И в этом выпуске мы поговорим об основах мастеринга звука. Я расскажу немного о том, что он из себя представляет, почему это отдельная наука, и сделаю это все на примерах, которые мы задействуем во всех наших сериях. Приглашаю вас также посетить наш сайт, где вы найдете немало статей, разных обучающих материалов. Наши серии будут полезны тем, кто хочет разобраться, как улучшить звучание своей музыки и давать ее миру в лучшем виде, что в принципе является первоочередной задачей мастеринга. Надеюсь, будет интересно, и почему бы нам не начать с основ мастеринга звука. Перед тем, как я начну свои витиеватые рассказы на тему мастеринга, давайте просто послушаем. Сравним несколько примеров. В процессе мастеринга мы то и дело принимаем решение, подходит ли нам то, что мы слышим. Может, чего-то не хватает, может, что-то лишнее. Давайте послушаем примеры и обсудим их. Что ж, давайте разбираться. Если мы возьмем первую версию песни и сравним со второй, мы явно замечаем различия. Но в чем? Определенно вторая звучит громче первой. Но какая из них имеет правильный уровень? Та, что громче лучше? Подобные тонкости как раз в центре внимания мастеринга. Третий вариант это версия после мастеринга. Давайте еще раз послушаем примеры до и после мастеринга и посмотрим, на что теперь вы обратите внимание. В конечном счете, я надеюсь, своей целью вы увидите глубокое понимание деталей процесса. Но для начала разберемся, на что вообще влияет мастеринг. И лишь потом перейдем к тончайшим нюансам, которые в сумме превращают песню в конфетку, подчеркивая самое лучшее в ней, делая привлекательной для максимальной аудитории, к чему и стремятся все артисты. Но все начинается с прослушивания. Обратимся к еще одной паре примеров. Готов поспорить, независимо от того, на чем вы будете слушать, вы поймете, что они требуют изменений. Нам сразу бросается то, что во втором треке намного больше низов и совсем нет высоких, а первый трек чересчур яркий. Мы это слышим без особого труда. Ирония в том, что этим и занимается мастеринг. Тем, на что мы обращаем внимание в первую очередь. Каждый из вас обладает определенным опытом сведения, усердно работает над балансом, правильными оттенками инструментов, решает конфликты типа снейра и вокала и так далее. Все это и есть сведение. Трудность в том, что практически невозможно сосредоточиться и на этих моментах, и на том, как трек будет звучать в общем, на его форме, тональном балансе. Это задача мастеринга. Только что вы послушали примеры и без проблем заметили, здесь слишком много низов, а в этом перебор с высокими. Но это очень сложно услышать, когда вы сами сводите эти песни. Отсюда и возникает определенная разница в способах мышления инженера сведения и мастеринг инженера. Поэтому это мастеринг и является самостоятельным ремеслом. Это как смотреть издалека на лес вместо разглядывания отдельных деревьев. Что же такое мастеринг? С одной стороны, это достаточно знакомые действия, выполняемые теми же инструментами, что и в сведении. Мы эквализируем, компрессируем, лимитируем, регулируем уровни. Но это лишь часть айсберга под названием мастеринг. Для того, чтобы увидеть картину полностью, нужно ясно представить себе все функции мастеринга. В классическом варианте, который, наверное, вы слышали, мастерингом называются последние штрихи в звучании песни. Это так, но с одной стороны. С другой стороны, это подготовка песни к выпуску в открытый мир. Именно поэтому мастеринг предполагает настройку правильного уровня, проверку на наличие артефактов, к исправлению частотного баланса, если трек слишком яркий, или чересчур мрачный в сравнении с другими песнями, которые уже были выпущены к этому моменту с похожим контекстом, и к звучанию которых люди уже успели привыкнуть. В итоге, с одной стороны, мы вносим некие изменения, исправления, используя эквалайзеры, компрессоры, иногда даже вносим определенный оттенок звучания. А с другой стороны, готовим песню к тому, чтобы наш слушатель почувствовал весь спектр эмоций, которые мы хотим ему передать. И это ключевая задача мастеринга. В дальнейшем нашем разговоре, я надеюсь, вы обратите внимание на эту двоякость, того, о чем я буду говорить, и чем мы будем заниматься. Ведя разговор о мастеринге, мы бываем сбиты с толку нашим инструментарием. Дело в том, что никто не запрещает использовать мастеринг-плагины, взять тот же айзотоп Озон с его прекрасным функционалом, и применить его в процессе сведения, настроить уровень инструмента, его тональный баланс, при этом оставаясь в рамках мышления над отдельными частями трека. Это и есть сведение. А в процессе мастеринга мы смотрим на все решения, принятые при сведении, с точки зрения того, как это сработало на общей картине. Смотрим на общий результат и спрашиваем себя, стоит ли еще что-то подправить, осталось ли еще что-то в нашей записи, что не мешало бы исправить, и тогда песня выйдет в лучшем своем виде. Повторюсь, что в этом и заключается ключевая разница между этапом сведения и этапом мастеринга в разных способах мышления. И да, в принципе, возможно делать мастеринг своих собственных работ, но это очень-очень сложная задача. В качестве примера я обычно привожу то, насколько сложно записывать свой собственный вокал. Будучи исполнителем, одновременно представлять себя слушателем, непредвзято оценивать то, что только что было записано, нужно ли переписать, все ли в тон тому, как хотелось бы слушателю. Это очень наглядный пример того, кто пытается делать и сведение, и мастеринг одновременно. Давайте поговорим об уровне и поговорим о громкости. По словам, уровень подразумеваются пиковые и средние значения, которые мы видим на анализаторах в программе. А громкость мы чувствуем здесь, нашими ушами, нашим мозгом, и мы не увидим ее в нашей программе. В наше время, естественно, многие задаются вопросом, достаточно ли громко звучит мой трек, и об этом мы будем говорить отдельно. Это определяется не только программой, которой мы работаем, но и стандартом правильного уровня, установленного для нужного нам формата дистрибуции. То есть уровни будут отличаться между треками для стриминга и для проигрывания с жесткого диска. Следует различать понятие уровня в программе и субъективного ощущения громкости, иначе вы рискуете получить слишком громкий трек, другими словами, громкость ради громкости. Далеко не каждый музыкальный жанр требует громкости, да и в том объеме, к которому мы привыкли. Как мы обычно представляем себе песню с большой громкостью. Это будет что-то с эффектами дисторшн, резкая, с довольно насыщенной аранжировкой, независимо от того, это EDM, панк-рок или что-то агрессивное. С другой стороны, инструментальная музыка любых направлений, будь то классика, инструментальный джаз, авторские акустические версии песен. Для всего этого будут неуместны те уровни громкости, которые считаются нормальными для других музыкальных направлений. Жанр помогает определить примерный уровень и то, как слушатель будет ощущать нашу работу на фоне других треков и других музыкальных жанров. Давайте пойдем еще дальше. Каждая песня, по моему убеждению, обладает определенным потенциалом громкости. Что я имею в виду? Если мы имеем дело с треком с очень мощной моносоставляющей, в сравнении с ее стереокомпонентой, то есть мид преобладает над сайдом, коррелированный сигнал над некоррелированным, это будет влиять на потенциал громкости нашего трека. Монозапись априори будет звучать громче, чем запись с богатой стереосоставляющей, с разными фазовыми смещениями, некоррелированным сигналом. Если в нашем треке преобладают среднечастотные инструменты, взять, к примеру, флейту, и в сравнении с чем-то изобилующим низами, например, трубой, или тромбоном, или даже тубой, самым низким по регистру духовым инструментом, вы обнаружите, что флейта по своей сути, несмотря на одинаковые уровни, будет звучать громче. Такова природа нашего восприятия, особенность нашего слуха. В общем, понимание того, что из себя представляет частотный баланс песни, над которой мы работаем, ее моно- и стереосоставляющие, дает возможность оценить ее потенциал громкости. В какой-то момент, работая над сведением, вы можете прийти к мысли, что ваш трек не обладает той громкостью, которую бы вы хотели от него. В этом виновата аранжировка, в этом виновата сведение. Сначала решайте эти проблемы, насколько это возможно. И только после этого начинается мастеринг, который буквально берет вас за руку и переводит за финишную прямую, туда, где у вашего трека максимальная громкость, без потери в качестве. Важно почувствовать ограничения, которые существуют при работе с громкостью, то, что я называю потенциалом, ощущать тот момент, когда вы подходите к финишу. Иначе можете забежать слишком далеко, сорваться в так называемую пропасть качества, когда все будет становиться уже искаженным и грязным, и вы все дальше и дальше от хорошей и громкой песни. Часто изучая что-то новое, мы ищем правила, делай так, не делай этак. И в мастеринге есть определенные правила, и мы поговорим о них отдельно. О таких вещах, как дитеринг, думаю, вы все в курсе, что пересекая порог цифрового нуля, мы обязаны каким-то образом преобразовывать эти пики, чтобы избежать перегрузок. Также существуют некоторые рамки адекватности, которых нам стоит придерживаться. Например, избегать крайне низкочастотного звучания, которое будет плохо транслироваться на большинстве аудиосистем, или избытка высоких, но при этом остается огромное поле для творчества. Сохраняя правильный баланс и чистый звук, мы все еще можем поработать над приданием нужного оттенка, может быть, мы хотим подсластить нашу запись, сделать припев чуть более выразительным в сравнении с куплетом. Другими словами, мастеринг предлагает нам еще достаточно возможностей. Мастеринг — это тончайшее искусство, где игра идет на миллиметры. В процессе сведения бывают случаи, когда вы прибираете целых 10 децибел на низах инструмента для того, чтобы он зазвучал. Но в мастеринге, если вы откроете грамотный проект, то заметите, что большинство шагов — полдецибела, децибел, очень редко два децибела. Два децибела — это уже много для мастеринга. К этому действительно нужно привыкнуть. Дам вам идею, которая, возможно, поможет понять, почему именно так. Представьте, что вы берете эквалайзер и добавляете им полдецибела на одном из ваших инструментов микса. Это будет едва заметно, согласны? Но в мастеринге, если мы возьмем и положим эквалайзер на общий выход, добавим им вроде те же самые полдецибела, то это будет равносильно использованию эквалайзеров на каждый из дорожек нашего микса, добавлению по половине децибела каждому инструменту. Мы делаем крохотные шаги, но для всех элементов микса. Поэтому каждый такой шаг в мастеринге имеет гораздо больший вес, чем такие же с виду действия при сведении. Тем из вас, кто только знакомится с мастерингом, я предлагаю самим попробовать. Поэкспериментируйте с вырезом в 10 децибел и почувствуйте разницу. И в конечном счете, когда вы научитесь подходить к делу мастеринга с должной точностью, то убедитесь, что в большинстве случаев, работая над хорошим миксом, чем меньше изменений мы делаем, тем лучше. Спасибо за внимание. Если хотите получать уведомления о выходе новых эпизодов, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. На нашем сайте izotop.com вы можете найти другие обучающие материалы, мануалы. У нас есть раздел «Айзотоп-сессии», откуда вы можете скачать примеры записей и поэкспериментировать самостоятельно. Увидимся в следующем эпизоде. Надеюсь, это принесет вам пользу. Субтитры создавал DimaTorzok